вас приветствует канал бродяга режиссер и сегодня 30 апреля а завтра будет 1 мая но мы как 1 мая не будем это все готовить шашлыки поэтому решили 30 апреля сготовить шашлык поэтому бродяга режиссер открывает свой сезон шашлыка что нам для этого нужно свинина вот такие вот куски ну не такие куски сейчас мы их порежем оливковое масло для запаха лук репчатый соевый соус майонез горчица также мед далее что еще нам нужно будет это паприка немножко паприки добавим специй куркума молотая а также перец черный ну и во всех по соли соль вот такая вот так чего мы приступим а приступим мы с у таких вот кусков мяса так как я не люблю жирные шашлыки поэтому буду обрезать вот этот вот жир который здесь идет на куски мяса ну и буду на определенные куски резать все дальше сейчас все вы сейчас нарежем это все кусками такое мясо и так обрезаем такие прожилки обрезали ну так вот не сильно его чтоб ну такими вот кусками вам сейчас покажу не сильно тонкими вот такие мы будем жарить не на шампурах а на решетке поэтому такого вот куска достаточно будет не сильно маленький и не сильно большой нарезаем теперь лук репчатые большими кольцами не стесняйтесь не переживайте и такими большими как можно больше кольца делать все вот такие вот кольца получились допускайте женщин к шашлыку это должны делать все мы мужчины шашлык это мужское дело поэтому вот нарезали мой лук репчатый нарезали вот такими вот кусочками мяса теперь будем мариновать как это будем делать давайте просто как борется фантазировать вот просто нарезали как брутально вот так вот брутально вот этими всеми мужчины брутальные мужчины этим всем занимается шашлыками так и теперь добавляем что у нас здесь это паприка правильно да вот немножко паприки без фанатизма просто чуть-чуть вот так вот хватит добавили теперь это должно быть как искусство так вот пор фавор мастер-шеф раз добавили маслечко с любовью до добавили на голодный желудок нужно это все готовить добавили маслечко оливково теперь добавляем соевый соус да вот так вот тоже с любовью вот так вот раз немножко все хватит без фанатизма никакого ничего не теперь добавляем куркума молотая шафран индийский вот немножко совсем чуть-чуть вот так вот хорош все добавили мед мед надо немножко можно для свинины мед хорошо тоже получается 7 добавляется в шашлык корочка сама пол золотистая немножко совсем то же самое вот набираем вот он мед чуть-чуть даже можно так вот вот чуть-чуть все добавили в кинули сюда потом растворится так добавляем горчицу немножко тоже вот можно даже пол чайной ложечки добавили чуть-чуть так и теперь перец черный тоже если кто тупаял допустим люблю перец черный во всех блюдах но молотый ну немножко совсем тоже потому что мы здесь приправы добавляли все это искусство вот смотрите какая картина получается красота кто добавляет минералку с минералкой тоже хорошо то есть заливайте минералкой и потом прикрывайте чтобы она уже мариновалась ну в нашем случае мы добавляем майонез ну майонез нежелательно но мы все равно на скорую руку это все делаем поэтому сегодня выезжаем шашлык жарить на дачу и поэтому вот немножко совсем чуть-чуть майонеза вот так вот хватит я думаю да так вот так теперь самый основной это соль тоже самое без фанатизма вот взяли щепотку такую вот и вот так вот по кругу 1 1 1 1 1 1 оп высыпали 1 1 высыпали ну немножко можно еще как добавлять соль чтоб не пересолить шашлык я объясняю обычно некоторые пересаливать что-то это вот смотрите на такую порцию шашлыка до мяса как чтобы не пересолить либо на какое-то другое блюдо чтобы не пересолить и вы определяете глазомером сколько вы должны положить сюда соли вот глазомер например на один такой кусочек мяса да вот вот столько например соли да вот чуть-чуть совсем значит на все куски мяса уберете уже побольше щепотку так вот рассчитывать и глазомером своим насколько она вот этот объем шашлыка должен быть соль главное не пересолить не до сол на столе пересол во дворе поэтому да с майонезом и берем водичку я думаю мы так делаем воду обычно кипяченую охлажденную вот добавили по кругу и теперь это все руками тщательно перемешиваем перемешиваем пока мы доедем до дачи у нас уже замаринуется пока мы доедем до дачи у нас уже все замаринуется пока костер пока костер пока дрова нарубаем у нас сегодня плюс 28 обещали о запах вообще мой класс я вообще я уже запах чувствуешь запаха о какой сейчас промаринуется мяско и так вот тщательно как вот массаж делаете вот так вот разминаете женщине массаж вот так нет это даже вот такой поросенку так вот масса а вот он берет нагребать и идите это шутка это все размешали до перемешали и теперь как попробовать пересолено у вас либо недосолено ну а как обычным способом мясо оно сырое вообще-то нельзя так делать но я делаю так вот то есть пальцем раз и пробую из плеваю нас плеваем это все все у нас по соли отлично все можно немножко добавить отлично сплюнули все ну как говорится нельзя это все глотать потому что сырое мясо неизвестно что как чему все перемешали вот так вот не можно чем-то накрыть либо просто вот именно пищевой пленкой тарелочкой можно да что больше да можно немножко еще оливкового масла добавить соли какой цвет получаются супа но сейчас оливковое масло у нас ходовую носом осталось поэтому все так вот массаж делаем делаем но все запах такой лучный класс куркума здесь да паприка терраться запах вообще но видишь как ты думаешь вот мужчины должны шашлык делать или женщина я считаю мужчин мужчина это мужское дело поэтому да не допускайте женщин ну все туда мы сейчас выдвигаемся едем уже на дачу будем в общем распаливать костер мы будем ставить шашлыки уже жарить едем мы но если поедет сестра и моя тетка поедет если поедем мы поэтому вот так вот так что давайте до встречи уже там на природе будем отдыхать пить пить отдыхать гулять и пить соки как пить вино мне за рулем вот еще самый главный вот еще самый главный не его не видно там не нужно который помогает снимать людей а поросенка будешь вертеть ну все выключаем съемку поэтому все рассказали объяснили давайте вот и все так вот запаковали пускай маринуется немножко тарелочка приезжали все маринуется где-то часа два три может там четыре у кого как мы у нас по временем не успел поэтому два часа будет мариноваться там уже ну вот вам мы сейчас на участке приехали на дачу и теперь вот я купил такую пилу по дереву вот такая пила чешского производства вот такой польского производства топор юка вот он идет теперь давайте сделаем ближе камеру ли за ближе приятная с полезным вот здесь вот это вот отпиляем эту ветку эту ветку пиляем и заодно будет на дрова так что давайте пилять как раз она сухая как раз поэтому смотрим где здесь вот сухое и поехали как раз это будет все на дрова пойдет на шашлыки это яблоня у нас будут шашлыки отменные поэтому будем сейчас это все пилять для шашлыка исключительно берем породы дерева фруктовые то есть яблони груши вишня хорошо подойдет но никак не сосна у меня просто был то такой знакомый один он из сосны говорит а какая разница все равно что дерево поэтому берем исключительно породы фруктового да фруктовые породы поэтому это все переселяем такие веточки он костер уже разжегся а видите пожалуйста наводим сейчас это все добавим разбавим будем ставить уже станут угли и будем ставить уже шашлыки так что давайте я уже чувствую какие будут вкусные шашлыки запахом яблони яблоня ну да яблоня просто хорошая вот она их здесь пустила эти а он еще одна есть веточка сухая вот все костер уже разгорелся еще больше сейчас будем ждать когда угли будут туда уже можно будет ставить шашлык но костерчик здесь и наташа помогает а я стараюсь но доброму деле так что открываем сезон шашлыка не 1 мая а 30 апреля такой самодельный мангальчик ну сами сделали из кирпичиков на такой по бродяшки ох костерчик какой из подсобных материалов и как раз заодно обрезали и саму яблоню ветки сухие да ну правда надо здесь было сделать этим краска либо чем-то обойти есть такое заживляющее садовый вар да он мне подсказы даже наташа поэтому садовым варом это все обойдем и яблонька будет расти и давать хорошие плоды здесь вот поставили такой столик вот сама мнение самодельный газета шинник это там где я работаю где моя работа постоянно вы ну выдают эту газету как бы то работает я в принципе как ее я ее получаю эту газету шинник и так вот постоянно ее пролистию даже не нигде не останавливать потому что ничего не интересного нет если бы правду писали а так путевка путевка в жизнь да он тетя галя пойду я к ним подойду так хорошо тенек где корова а вон корова поселась а вы тут где живете да да я тогда видела вашу машину мы один раз зимой вот приезжали а один раз вот недавно я почаще до приезжаю я с малой куда мне ехать я с ней дома сижу это летом конечно чаще уже у тебя так хорошо он да здесь мама напилась а квас ну а я напилась напилась а я пьяна вот квас у нас вот такой слепович лови хлеб а не нас или так как жуту по хитроу отображение очень даже вкусный классик нормально без алкоголя белорусского на на производство а нет хочу вам сказать а да изготовитель гомель не нас на поставщик россии федерацию смоленцева глаза такие ну вам понравилось дачи все даете добро далековато от города конечно машина есть так как там ехать до 20 но если мы будем жить например где-то на урицкого к примеру снимать то в принципе недалеко что вы хотите уже сообщаете ну конечно уже настя закончится вы пойдем квартиру правильно бродяги скажите вот кто мы бродяги вот как это батька из общежития на дачу с дачи еще куда-то и так вот не надо ездить по это переезжать не так надоело переезжать а я говорю настя потому что у нас нету своей удобности ну так а что а за квартиру вы тоже столько будете платить тоже сейчас как общага сколько 130 ты сказал но за квартиру будешь 250 платить ничего за квартиру 1 человек прописан так как вы за тут тогда сколько платили а мама еще не видела колодец а колодец еще не глянула я видела мы прямо к самой улице да люди здесь смотри вот домашний крыша нормальный этот дом так отделаны не ну там правда да вот крыша вот именно эту надо с этой крыши а так здесь уже немного догорает сейчас будем уже ставить так сейчас вот чего мы капризничаем катя все налаживаем накладываем шашлык с ручком вот так вот так давайте наверно чуть чуть ближе сюда поближе не подходи приближали там это ну ну отлично сейчас на 2 партии получится а той 3 час запашок пойдет по всей деревне прибегут все на наши вкусные шашлыки это я так домой идут тоже шашлыки кто-то делает такой блин кажется все усе вы думаете я шашлыки раздуваю так это я соседей дрожью и все и ставим ну-ка ну-ка отличненько и теперь мы только ждем теперь мы только ждем когда же наш шок уже пошел я уже чувствую вкусные маринаде ждем сколько минут минут наверное так посмотрим уже как оно будет по готовность уже будем ножиком разрезать смотреть мы вам потом покажем друзья какие у нас вкусные получились шашлычки да сигнал появился да да взяли вот такую с дому от приспособления называется кочерга качерыжка качерыжка по белару по белорусской и так вот берем ухват я так ухватка так раз раз всего от шашлычки чтобы они у нас быстрее пожарились у меня уже слюнки текут да мы уже приняли вот такого аперитивчика вот у нас квас оливковое масло оливковое масло квас и сок а вино вино пока не пьем сейчас будем хорошо я не пью к сожалению и нож и я на этом за рулем а я хочу вино с шашлычками да все будет андрей мне нужна миска вот это вот когда зачем салат же где-то надо андрюшка выключаем ой в мою сумку катя что ты там притихла мама так а зачем говядина туда ли мышь сейчас будем шашлыки есть ну все хорошо андрюха сейчас пакет шашлык засунем и салата намешаем а зачем в пакет потому что мне миска нужна ну давай держи все давай а я сейчас миску помой и будет тут у нас салат а ты потом с пакета достанешь надо было вообще шашлык в пакете да и все хорошо нафиг нам миска нужно готов нету нету кто-то хотел кота взять кстати да андрюха на меня не показывается что это хрон хрен 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 с буряком да будет это классная вещь как его делать этот хрен буряк да сок буряка андрей дина хрен так не бурак заправляешь потом помывать это все я еще ничего не мыла все бураком заправлять бураком бураком да как сок он дает получается на тираж на терку хрен да у нас тут хрена нет нигде не нет а чё он делал где угодно растет хрен до хрена знать как нам это на терку хрен берешь натираешь потом бурак туда он сок дает и поэтому он такой вот получается у у нас розовый да но он очень вкусный сейчас будем провод шашлыками мне понравился очень этот хрен с бураком запашок я не знаю кто голодный наверное там сумки уже бегут молодец ничего ну пускай будет крапива это вообще полезно крапива это самое оно я взяла наш любимый индийский соус а покажи вот пожалуйста с ним очень даже вкусно мясо а у нас похожий вот такой у нас только не индийский а китайский на китайский вот у нас такие соусики у нас есть еще вот такая вот кстати я взяла паупетки я думаю пригодятся что ты крыкуха крыкуха на а чем открывать ты умеешь ножом открывать нам а мы сёныш открывать так кому вино мне кров дракона потом соберем так подождите что-то у нас мы больше сока чем так сухари пока убери аромат молдавии винаре 1 это тоже уберите пока он сзади салатику такой это ты кому отчет даешь это я снимаю снимаю у него же канал канал а это канал канал на youtube канал канал бродяга режиссер наливай а ты как думали таксик себе уход пахнет кровь дракона опа опа по полу по полу и уши не видит отлично тише тише спокойно мамы все видишь где если что по камере где покажи он там все в сумке все что а то есть я уже проголодался я уже капец ночью да открывашка как открываю старинная вещь естественно такой открывашка не могу открывать вот честно я вот меня привык так вот как знаете такой как этим круглая такая это открываю отлично открывать мне а я это даже не могу открывать жарится ли пережарился уже никакие угольки так барбекю таки надо ну так немного уже короче он готов готов шашлык накрывайте стол давай шашлык давай шашлык вот теперь говори да за ваш новый дом наше селище да чтобы тут обжились а все было хорошо чтобы урожай большой был да чтобы травы побольше внуки раз не траву нам не надо да в дому крему чем на все хорошее не рушился долго вон тут еще не одно поколение нам деток воспитал коровку чтоб себе завели молочком молочко кроликов ну давай мама все все андрюша ты наливай сейчас все налью да вот квас на тебе нас у вас квасе в аду что на меня вину нельзя я за рулем квас можно чтобы было полная да как говорится это чаще муха сволочь тела ты посмотри я умеешь и ладена позабавить аудит фу кыш кыша не тут что она решила напиться на давайте напьем все крови драконов давно не было мух ну-ка пробуйте снимайте пробу шашлыка не мне говорите всю правду как есть мама первая снимает пробу сгорел 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 у меня шашлык поэтому она не знаю наоборот он зарежу шашлык это самое оно поджарится внутри а то все ну команда как ты скажешь что вкусно да ну как все ты ко мне в тарелку залез снимаем пробу шашлыка вот возьмем такой вот кетчуп не уже здесь еще и хрон хрен добавил вот он сейчас еще такого кетчупа теперь снимаем пробу суховатый чуть-чуть суховатый но так вкусный очень-очень а тебе как марин а этот кусок не прожарился потому что он толстого дома дожарим он толстого тогда разрежь его брось туда так второй заход шашлыка берем бокалом осеныш уже напилась не хочет пить кровь дракона все берем бокалы он уже облился бродяга режиссер облился все марина давай вторую порцию шашлыков и хочет еще кати ничего не надо она наелась уже немножко пригорели ну пойдут на природе самая вкусняшки урiture ура хриyet хорошийistle как только то скажет атома возле меня сидит Два коротких, один раз картисты, а потом умирая, падая, говорит, что я не могу с нее. А давайте напьемся себе вот так вот. Остальные румочки полные. Наливаем, наливаем. Напьемся. Давайте напьемся. Лепопа. А вот и салат такой. Нет, нет. Я уже все. Мы как в Молдавии побывали. Аромат Молдавии. А ты пила в Молдавии вино? Да. Нет, даже когда молдаваны приезжали, нам дарили вино. Вкусно. Очень вкусно, да. Таня, тебе привет. Да. Таня, тебе привет. Так, что бы то еще взять капусты. Варят ваше вино. Вон эту возьми еще. Нет, давайте дойдем салат. Да, салатик. Товарищи, салат не должен пропасть. Он не пропадет. Марина его делала. Там салат Айнберг. Резала, 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 резала. Ну все, заканчиваю съемку. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Бродяга, режиссер. И всего самого наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова